Всем привет, ребят, с вами Карина, и сегодня мы с вами поговорим о будущем дополнительном ZZM4, который носит название Путь к славе. Ну что, ребятки, хоть дополнение было анонсировано несколько дней назад, мы с вами уже имеем несколько интересных фактов и немного информации, что же с собой представляет данное дополнение. Давайте мы с вами начнем с фактов. Ну что же, Дель Сольвелли создан под окновением от Южной Калифорнии. Если у вас есть дополнение «Жизнь в городе», то вы можете стать знаменитым с помощью навыка пения, выступая публично и зарабатывая чаевые. Это придет к большему количеству людей, которые придут послушать выступление. Вы можете следовать на работу за персонажем или отправить его самостоятельно, как дополнение на работе. А вот здесь, ребятки, мне кажется, нужно обсудить эту деталь поподробнее. Если честно, ребят, то мне кажется, что только при наличии этого факта мы с вами уже можем точно сказать, что это дополнение нужно покупать. Почему? Вы только представьте, мы с нашим персонажем будем ходить на прослушивание. В дальнейшем мы с вами будем ходить на его съемочную площадку. Это реально круто. Нам будут там делать грим. Мы будем выбирать прическу, наряды. Я надеюсь, что наряды там будут просто восхитительными. Ну, даже просто посмотреть на декорации, которые там будут, я думаю, что это уже хороший повод, чтобы купить дополнение. Вот, 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 серьезно, без шуток, ребят. Наличие бизнеса не влияет на славу Сима. Победив другого Сима при игре в боулинг, вы повышаете уровень славы. Давайте подробно обсудим и этот факт. На самом деле, когда я прочитала его в первый раз, мне было даже как-то забавно, потому что, ну, ты побеждаешь в боулинге, в каком-то, например, там, боулинг-клубе или в баре. Просто в боулинге, да? Почему ты должен становиться знаменитым? Ты должен, наверное, становиться знаменитым в кругах этого, там, клуба, бара и так далее, что ты действительно такой сильный игрок. Ну, как бы, я не знаю, у вас может быть другое мнение, но я считаю, что это реально как-то забавно и достаточно странно. Питомцы не могут стать знаменитыми. Ребят, мне кажется, здесь вообще ничего не нужно комментировать, здесь вообще все понятно, что зачем вообще питомцы быть знаменитыми? Это какой-то бред, мне кажется. Идем далее. Можно стать знаменитым с помощью карьеры социальных сетей и жизни в городе, или просто увеличивая количество подписчиков своего профиля. На самом деле, я считаю то, что это тоже очень клевая штука. Почему? Здесь уже идет приближение к реальности, как я считаю, потому что, ну, вот, давайте, допустим, возьмем, в пример, тот же самый Инстаграм, да? То есть, в Симс у нас есть Сим-Стаграм, если вы не знаете. В общем, да, у нас есть Сим-Стаграм в реальной жизни. Я думаю, то, что вы знаете, сейчас очень много людей раскручивают свои Инстаграмы, зарабатывают на этом деньги, конечно же, получают подписчиков и становятся знаменитыми, даже те же самые вот эти блогеры, блогеры и так далее. В общем, вы меня поняли. Вот, и, конечно же, в Сим-Стаграме мы с вами будем тоже создавать там аккаунт в Сим-Стаграме. У нас будет большее количество подписчиков, мы с вами тоже будем становиться знаменитыми. Это реально очень классная вещь, и она приближена к реальности, что тоже очень и очень хорошо. Репутация, уровень знаменитости, очки славы и преимущества передаются с персонажем через галерею. Для меня это не особо интересная новость, как-то мне на это вообще без разницы, может быть, вам, конечно же, нет. Ну, если кто-то хочет скачать уже готовую знаменитость через галерею, то, пожалуйста, вам эта возможность представляется. Вы можете сделать любой лот эксклюзивным, доступным только знаменитостям. По мне, так, это тоже очень хорошая вещь. Если вы хотите сделать место, где будут собраться только знаменитости, где вас не будут доставать там какие-то фанаты, какие-то хейты, какие-то вапорации, ну, вы поняли, просто какие-то люди, а только знаменитости, какое-нибудь ваше окружение, то, пожалуйста, у вас будет такая возможность, и это очень и очень хорошо. Дополнение не добавит возможность прерывать средства между семьями. По мне, так, это какой-то вообще неинтересный факт, может быть, конечно, кто-то об этом спрашивал, кому-то это было интересно из людей, и вот разработчики ответили вам. Ну, для меня это действительно какой-то бесполезный факт, мне на это как-то все равно. Давайте теперь мы с вами обсудим одну очень интересную информацию. Некоторые подумали, что стать известным можно будет только в новом мире, Дель Сольвелли. Разработчики поспешили опровергнуть это мнение и объяснили, что это лишь означает наличие уже известных симов в новом городе, а вступать к славе можно найти каждый, независимо от его места проживания. Также Сингру Грэхэмс рассказал, что различные действия повышения многих навыков будут гарантировать обретение вашими симами большей известности, даже если не появились в каких-либо наборах. Это тоже очень интересно, ребят. К таким действиям, например, относятся пличные танцы, уличные и диджейские выступления, караоке, продажа картин, даже снять археологии. Не относятся те, что по логическим соображениям никак не могут делать человека известнее. Больше о том, как система репутации будет работать, независимо от уровня и славы, мы узнаем прямо на 12 ноября. Давайте мы с вами это дело обсудим, ребят. Я очень рада, что разработчики нам с вами предоставят такую возможность, связанными даже из навыков, которые пришли с некоторыми наборами. То есть вот у меня очень удивил факт, когда я прочитала, что можно даже стать знаменитым благодаря археологии. Реально, ребят, это очень круто. Мы можем просто заниматься археологией, караоке, продажей картин, и мы будем знаменитыми. То есть, опять же, ребятки, приближение к реальности. Ну, там у нас есть, конечно, художники, какие-то там, кто у нас еще с вами есть, какие-то диджеи, да, вот, точняк. Публичные танцы, ну, в общем, много всего, да. И то, что это теперь будет в Симсе, и мы можем просто почти любым навыком стать известным, меня это очень сильно радует. И я надеюсь, что вас тоже будет очень-очень сильно, ребят. Давайте мы с вами также рассмотрим некоторые слитые скриншоты с объектами и прочим. Итак, мы с вами имеем напольные покрытия, обои и лестницы. Давайте посмотрим, как же это все дело выглядит. Есть то, что мне, конечно, здесь прям вот очень нравится, это этот золотой унитаз. Он реально просто здесь божественный. Это, знаете, прям самая нужная вещь, которую обязательно нужно было добавить в системе дополнения. Было прям без нее никак, ребят, без нее никак. Давайте рассмотрим еще два. Вот сегодня у нас два скриншотика в группе по Симсе 4. Вот, значит, у нас первые два скриншота показывают какое-то вот публичное выступление. Какая-то вот гитаристочка у нас тут играет. Видимо, вот уже тут ее слушают, может быть, даже фанаты уже ее. И следующий скрин показывает нам уже съемочную площадку. Здесь мы видим, конечно, декорации, прекраснейшие декорации. И видим Сима в костюме. Какой-то, видимо, наверное, детский ролик, детскую программу, возможно, рекламу тоже чего-то либо снимают. Ну, вроде мы с вами со скриншотами закончили. Теперь же мы с вами обсудим довольно-таки интересную тему. Наверное, часто уже задаваем вопрос, как же прославиться в дополнении Путь к славе. Ну что, давайте почитаем статью. На этой неделе мы анонсировали дополнение Путь к славе. И теперь нам нужно вам о многом рассказать. Существует несколько способов прославиться. Мы же расскажем вам о том, что может произойти с вашим съемом на его Путь к славе. Что вы взяли на сам процесс своими глазами, у нас там будет трансляция 2 ноября. Но это не особо важно. Так как же восходит звезда? Все начинается в Дельсвелл Вэлли. Если бы точнее, то в районе Мираж Парк. Именно там селится начинающий актер, который постоянно оттачивает свое мастерство, ходит на прослушку и добивается известности. Вне зависимости от того, какое направление по достижению славы выберет ваш сим, его ждут сюрпризы, неожиданные повороты и даже неудачи. Ну это, наверное, понятно, это точно такие жизненные ситуации. Но она будет стоить того, и рано или поздно он так прославится, что сможет поставить у себя дома унитаз из чистого золота. Это тот самый унитаз, про который я вам говорила, который мне очень сильно понравился, да. У всех симов, проживающих в Дельсвелл Вэлли, есть общественная репутация, которая рассчитывается за счет обычной репутации и уровня знаменности. При повышении уровня знаменности симы зарабатывают очки славы, открывая дозу преимуществом, получая новые привилегии, вроде возможности попасть в самое популярное место в городе. Существует множество способов получить очки славы и открыть дозу преимуществом. Ваш сим может играть музыку или рассказывать шутки на вечерах ввода выступления, сделать пожертвование на свой любимый благодарительный фонд, подружиться со звездой и постоянно с ней общаться, удачи, или даже стать родителем знаменитого ребенка. Но вернемся к преимуществам. Ваш сим когда-нибудь мечтал стать первым проходцем в мире моды? Он поймет, что стал он, когда другие симы начнут одеваться как он. Может, он хочет быть любимцем поклонников? Ну, я считаю, что здесь как кумир, что-то типа тому, видимо, имеется в виду. Проходящие по бульвару Старлайт фанаты упадут в обморок, когда увидят вашего сима в пользе. Можете не поднимать их, это дело охранников. А еще ваш сим сможет выбирать себе друзей и везде ходить за своей любимой свитой. По-другому в мировых знаменностей и быть не может. Ну, наверное, как в жизни, ребята. Важно помнить, что слава дается не даром, и речь сейчас идет не о симулионах. Фанаты и одержимые поклонники могут вести себя довольно странно. И, конечно же, не забывать про попарации. У знаменностей может быть хоть минута покоя. Если она не замаскируется, то вряд ли. Когда же ваш сим наконец-то не знаменностей и будет блистать от головы до пят, он может переехать на холмы Пинаклс или Пинаклс, это я не знаю, ребят. А тут он сможет смотреть вниз на маленьких людишек, благодарить их и засыпать в своей капсуле. Да-да, вы не ослышались. То есть у нас еще какая-то капсула будет. Вот это вот очень интересненькая вещь, ребятки. Ну, я надеюсь, что нам в скором времени об этом расскажут. В общем, как мы с вами можем сделать вывод. В принципе, как я уже и так говорила, до этого у нас все это приближение к реальности. То есть, да, в жизни то же самое. Ты не можешь так прям сильно дружить с звездой, там каждый день с ней общаться. Ну, думаю, вы сами это понимаете. Охранники будут, видимо, там с вами ходить. Можете стать там первопроходцем в мире моды. То есть у вас есть вообще куча преимуществ, ребятки. Есть просто куча разного выбора. Какие-то еще капсулы добавят. Короче, ребят, серьезно, просто ждем дополнения. Ну, мы с вами переходим дальше, ведь это еще не все. Теперь же мы с вами поговорим о последней информации. Это карьера актера. Ах, Дель Сольвелли, здесь исполняются мечты. В дополнение The Sims 4 Путь к славе масса способов ставят знаменитым. Но если ваш сим всю жизнь мечтал о карьере актера, то все в его руках. Без грязи куда-нибудь. В шоу-бизнесе ничего не добьешься без помощи агентства. Обращение в актерское агентство станет первым большим шагом вашего сима к мечте. Когда сима позвонит в агентство по телефону, агентство будет отправлять его на прослушивание. Врата в мире славы, успеха и богатства. Записавшись на прослушивание, симу нужно будет отточить навык, который там потребуется. На прослушивание в пиратской тематике вашу симу понадобится показать свою силу, так что лучше отправиться в зал. А на прослушивание на роль романтической драме вашему симу потребуется все его обаяние. Получит ли он роль? Если да, то процесс пошел. Теперь у вас будет выбор, отправить симу на работу одного или отправиться вместе с ним. Когда я сейчас прочитала про агентство, блин, я просто вообще была в шоке. Нас добавятся еще какие-то агентства. Вы будете реально как в настоящей жизни звонить куда-то и типа вот реально записываться на прослушивание. Ну все, короче, ребят, просто после этого факта я все, я, короче, бегу там предзаказ оформлять все, вы меня больше не увидите. За работу. На съемочной площадке вашему симу уложат волосы, нанесут макияж и наряды в костюм. Вам стоит присоединиться к нему хотя бы ради гардероба, а затем отправиться играть с теми на основе развитого навыка. Если с ним совсем справился, то и вырастет успех. Со временем он начнет получать очки славы, которые можно потратить на преимущество славы. Здорово, правда? Также, когда ваш сим станет предметным новичком, то есть получит один из первых уровней славы, он откроет ячейку для особой черты характера. Чем выше будет уровень славы вашего сима, тем больше ячейок он получит. Станет ли он любителем папарасы, серьезным актером или будет встречать лишь ярых поклонников на своем пути? Вы можете следить за прогрессом своего сима на панели сведения о славе, где можно управлять его преимуществами и особыми чертами. Покупая преимущество на очки славы направляет карьеру вашего сима в определенное русло. Станет ли он щедрым симом, который занимается благотворительностью, или будет повсюду сиять хаос? Все зависит только от вас. Вот эта тема, вот с этими чертами характера, дополнителями, она мне очень нравится. Это действительно круто. Вы можете, видимо, выбрать какие-то черты характера, например, любитель папарасы, так я понимаю, какой-то серьезный актер. И, наверное, какой-нибудь слишком такой кумир для поклонников, я не знаю, как это прямо описать. Но, на самом деле, штучка реально прикольная. К славе везет опыт. Если ваш сим не снимается, он все равно может вовсю развивать свою карьеру. Заучите строки, работайте на сцене с другим симом, или даже выступайте перед публикой, чтобы повысить свое актерское мастерство. Чем выше будет уровень актерского мастерства вашего сима, тем более интересные проекты ему будут предлагать. Сим может оттачивать свое мастерство за слезливой сценой больницы, в трилле в милицейском участке, или даже в постспокалиптической драме. Уф, весело. А для того, чтобы повысить свой уровень славы, ваш сим может создавать свой профиль в социальных сетях, публиковать историю в инстаграме, подать массу других действий, общаться с мировыми знаменитостями, попадать в объективы по разу, взглядели фанатов. И, конечно же, снимать их с кино. Все это часть искусства. Не правда ли? Чтобы узнать подробнее о карьере актера и дополнения путь к славе, не пропустите трансляцию в твич, которая придет 26 октября 2016 года, но мы, конечно же, с вами ее не пропустим. Ну что, ребятки, мы с вами на этом будем заканчивать наше видео. Мы с вами обсудили много интересных фактов, обсудили много интересной информации. Теперь мы с вами ждем 16 ноября, выход этого дополнения. Ну и, конечно же, будем сидеть трансляциями на твиче, будем задавать информацию, новые факты. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, ставить комментарии. С вами была Карина, всю ночь до новых встреч. Всем пока!